Это мои деньги, это мое богатство. Для кого-то миллиона отдавать ничего не стоит, а для тебя, может быть, там сто рублей отдать, это большое дело. Каждую пятницу, в каждом пятничном намазе есть суры, которые желательно их повторять. После чтения суры Фатиха в намазе. В первом ракате, как вы сами тоже слышите, мы после Аль-Фатиха читаем суры. Суры Ал-Айла, суры Ал-Айла, Саббихисма رабика Ал-Айла, вот эта сура. А во втором ракате, после чтения Фатиха мы читаем сурату Ал-Инширах, не сурату Ал-Иширах, сурата Ал-Гашия, хал-атах ахадийс Ал-Гашия. Вот в первом сурате, сурату Ал-Айла, сурату Саббихисма Рабика Ал-Айла Вы слышите часто вот этот аят Что значит эти слова? Аллаху Та'ала говорит в этом сурате Вы, о люди, обманываетесь этим мирским Этим материальным, которые вы здесь сейчас чувствуете И вы предпочитаете эту жизнь Над вечным, ахиратским Вот той жизнью вы, пренебрегая, предпочитаете эту жизнь В ушерб той жизни вы строите эту жизнь Или благоустраиваете эту жизнь А на самом деле, говорит, воистину ахиратская жизнь Она лучше, чем эта жизнь И она вечная, говорится Если бы человеку дать право выбора Два дворца, скажем, перед ним Один из этих дворцов из глины Из самана И она вечная С другой стороны, если будет временная Но и золото, и драгоценных камней построен И другой дворец Но она временная И дать человеку право выбора выбрать Одну из этих двух Разум человека говорит, чтобы он выбрал вечную А оставляю эту временную А как должно быть, дорогие братья, если ахиратская жизнь Она лучшая И она вечная А эта мирская жизнь Полна недостатков Полна боли и страданий И других пороков Если дать разуму право выбора И если он уверует, конечно, на той вечной жизни Конечно, разум скажет, чтобы выбрал вечную жизнь Но Человек не всегда пользуется этим разумом У человека есть В этом мире То, что его толкает в плохую сторону Заблуждает его Это его враг Шайтан Сатана И также Шаховаты страсти И нафс, который побуждающий его к плохому Как Аллаху Та'ала в Ур'ане говорит Бисмилляхи ррахмани ррахим Инна нафса ла аммаратум бису Воистину нафс человека, эго человека Очень сильно побуждает к плохому И поэтому человек обманывается И идет по пути шайтана И шайтан, когда Побуждает человека к греховному Он не говорит, вот это грех, соверши его Он его максимально украшает для этого человека Чтобы он совершил этот грех Об этом в Ур'ане Всевышний Аллах говорит Приукрашивает для человека То, что он делает греховное Показывает красиво Но Аллаху Та'ала, как в Ур'ане говорит Для верующего человека Когда он прислушивается К велениям Ур'ана К побуждениям Пророка, алейхи салату вассалам Он всегда должен идти По той пути, которым они призывают Потому что это и есть благо А не то, что наш навс К чему тянет И не то, что шайтан К чему побуждает Дорогие мои братья Всевышний Аллах В Ур'ане говорит В другом аяте Смысл его Что бы вы не совершали Из доброго и благого Аллаху Та'ала знает Об этом говорится Поэтому Верующий человек Несмотря на побуждение шайтана Он должен стремиться К довольству Всевышнего Аллаха И он должен всегда помнить Что бы он ни делал благое Он делает ради Всевышнего Аллаха А у Всевышнего Аллаха Ничего не пропадает Как мы в прошлой проповеди говорили То, что если мы Улыбаемся кому-то То это улыбка у нас Ради Всевышнего Аллаха Если мы оказываем Кому-то помощь То это мы делаем Ради Всевышнего Аллаха Ради его удовольствия А не ради того, что Тот ответил нам взаимностью И от того, что он Отвечает нам Или же не отвечает нам взаимностью От этого наше отношение К нему или другим окружающим Не должно меняться Это и есть искренность О котором мы Для себя часто напоминаем Поэтому, дорогие братья Хотел бы напомнить и себе И вам Также в этой проповеди О совершении благих поступков И о раздаче Вот есть у кого есть Материальная помощь Чтобы он оказывал Чтобы он посмотрел вокруг себя Вот узнал У кого Какая беда У кого какая трудность И чем может Чтобы он оказал эту помощь Не обязательно быть Миллиардером Каким-то Чтобы Садак Не обязательно Сразу какое-то Строение построить Или там Большое дело Одному делать Там маленькие Дела тоже Вроде бы они маленькие Но если С их ласом сделаны Один диргам Может опередить Тысячи и тысячи диргамов Говорится Несколько Несколько миллионов Может опередить Один рубль Который ты Искренне Ради Всевышнего Отдал Для кого-то Миллиона Отдавать Ничего не стоит А для тебя Может быть Там сто рублей Отдать Это большое дело Но ты это делаешь Искренне Ради Всевышнего Аллаха Вот К этому Хотел бы я Себя призвать В первую очередь И вас тоже Дорогие братья Поскольку Наш любимый Пророк Алейхи Салату Вассалам Говорит В священном Хадисе В достоверном Хадисе Из тех поступков И деяний Которые Продолжают Идти за него Вознаграждение Верующему Человеку После смерти Это следующие Поступки Говорится Первое Знание Которое Он Распространил Полезные Знания Которые Он оставил После себя Второе Если он Воспитал Праведного Ребенка После себя И оставил Его Это после смерти Он за него Будет получать Вознаграждение Если он После себя Завишал Куран Или же Другую Полезную Книгу Которую Будут люди Брать Из него Пользу Или же Построил Мечеть Или Участвовал В строении Мечети Аубайтан Лебнисаби Лебана Или же Построил Дом Для путника В мусульманском Обществе Путник Если он Остался Где-то Ночевать Если ему Нужно Конечно Гости Приглашают У нас Всегда Но Должны Быть Такие Дома Где Они Могут Как Гостиница Но Только Бесплатно Находиться И пройти Дальше Продолжить Свою Путь Аубайтан Лебнисаби Лебана Вознаграждаемое Дело Вот такое Дело Сделать Говорится В этом Хадисе Аунагран Аджрах Или же Он Провел Воду Реку Говорится Здесь Заставил Течь Реку Где Была Необходимость Ау Садакатан Ахраджах Мин Малихи Или же Отдал Говорит Чисто Материально И Своего Имущества Деньги Говорит Будучи Здоровым И при жизни Вот эти все поступки После его смерти Находясь В могиле Он будет получать За это вознаграждение За такие поступки Подобные тоже Поэтому Вот подобно этим Также Рыть Колодец Там Построить Дома Для сирот Учебные заведения Укладывать Дорогу И подобное Там Посадил Дерево И все Что приносит Пользу И не одним разом А вот продолжает Идти после этого Садакатан Джария Называется это все Садака Джария Которая непрерывная Которая Не одноразовая А которая продолжает Идти после твоей смерти Тоже Вот надо К этому стремиться Дорогие братья Вот те которые Особенно Аллах Которых наделил Материальным богатством Вот Желаешь ли ты Вот ты благоустроил Эту жизнь У тебя Комфортно все Все у тебя есть В этом мире Ты доволен ли будешь Вот быть богатым Состоятельным В этом мире И нищим на том свете Нет же Если ты эту Короткую жизнь Там Допустим В молодости Бывают люди Там стараются Трудятся Не спят ночью Жертвуют всем Здоровьем В том числе Жертвуют Чтобы Собрать богатство А потом Несколько лет Там После сорока После пятьдесят лет Пожит И потом идет Постоянно бежит По этим больницам По врачам Но он все равно Зная это Стремится к этому богатству Благоустроить Этот временный мир Несколько лет Которых он будет жить В этом мире Но если Обратиться К разуму Ахиратскую жизнь Разве ты Не должен Тогда Благоустроить Разве вот этот же Аклу Который тебя повелевает Благоустроить Завтрашний день В этом мире Не побуждает Для тебя Благоустроить Вечную жизнь твою Должна Дорогие братья Этот разум Должен тебя Побуждать К этому Если конечно Этому разуму Не будет мешать Вот этот шайтан Своими наушениями И твой навс Который побуждает Тебя к греховному Если разум Обратится Разум Это будет повелевать Как мы вначале Сказали В примере И еще Дорогие братья Одно Мы знаем Каждый человек Его риск Предопределен То есть Пока ты еще Не появился В этот мир Сколько у тебя Вдохов Выдохов Уже Определено Или нет Определено Вот вы все Качаете головы Сколько у тебя Сколько глотков Воды ты выпьешь Сколько ты Еды поешь Или что-нибудь Другое Что ты оденешь Все Предопределено Ли Аллахом Вот вы все Так же Говорите Да Это верно Сколько Ты будешь жить И это Это тоже верно Но говорится В хадисах Так же Как ты не можешь Убежать От своего Ажжала От своей смерти От назначенного Срока Тебе Ты так же Не сможешь Избежать От твоего Ризка От твоего Удела Которое Аллаху Талла Определило Ни одна душа Не покинет Этот мир Пока то что Ему не определено Он не получит То что ему Определено Пока он не получит Никто не покинет Этот мир Это убеждение Верующих людей Это то о чем Говорится И в Коране И в Сунне Пророк Но хоть нам Определено Если кто-то скажет А почему же Мы не сидим Почему же Мы не лежим Чтобы Аллаху Таалла Дал нам Ризг Аллаху Таалла Нам хоть Определил Но тот Аллах Который Определил нам Ризг От нас требует Чтобы мы Стремились тоже Как испытание Но поскольку Мы уверены Что мой Ризг Определен Я не буду Лезть Где Харам Я буду Дозволенными путями Стремиться К своему Ризгу И если вот Ашайтан Меня будет Побуждать Конечно И к греховному Тоже Но если Я уверен И уверую В это Что Аллаху Таалла Определил мне Ризг И я Стремлюсь Заработать Поскольку Аллах Мне повелел Я не буду Нарушать Его предписание Вот такое Понятие У мусульманина И ризг Это не то Что ты собрал У кого-то Может Миллиарды Но не все Что он собрал И не все Что у него На счету Это его На самом деле Ризг Не его Ризг Это на самом деле Почему Говорится Ризг Что такое Твой ризг Об этом Нам следующий Хадис Пророк Говорит нам Якулю Абду Говорит Посланник Аллах Абду Мали Мали Раб Говорит Это мое Это мое Имущество Это мой дом Это моя машина Это мои деньги Это мое богатство Вот так Каждый раб Все что у него Он имеет Он говорит Это мое Мое А на самом деле Его что говорит Говорит Пророк Иисус Воистине Ход Это его имущество В этом мире Но из его имущества Его с ним На самом деле Считается Три вещи То что он сел И уничтожил Вот то что он сел Это его На самом деле Или же Одел Изношенную одежду Изношенную одежду Его Которую он носил Это его То что он использовал Это его Говорит В этом мире Или же он раздал Милостину Оказал помощь Кто этому нуждается Кто в этом нуждается И Вот это тоже Его говорит Смотри То что он здесь Использовал Это его То что он раздал Для своего Ахирата Это тоже его Говорится А все что остальное То что у него Есть на счету И так далее Там в складах И там тут Это уходящее Говорит от него Ватариков И это все Что он оставит Другим То есть В качестве наследства В качестве наследства Когда к тебе Это тоже нам Дает понять Не все что у тебя Есть Это твой риск Кому-то ты подарил Значит это было Его риском Но который ты приобрел Потом ты раздал туда Или кому-то подарил Это значит Его риск Это был Поэтому Пророк Как здесь напоминает нам Каждый раб Говорит Мое Мое Вот так собирает Богатство Это мое имущество Мое богатство Вот так собирает А на самом деле Из того что он собрал Имущество Его Тошним Являются Вот эти три вещи То что он съел То что он Однодел И то что он Раздал Ради довольствия Всевышнего Аллаха А все что остальное Это уходящее И то что он оставляет Наследство Другим людям В другом хадисе Пророк А.С. Когда Ну тот хадис Который касается Наследства Говорит Инна Аллаха Аззаваджалла А'атаакум Инуда вафатикум Сулуса амваликум Зиядатанфи амаликум Аллах Из своей милости Еще нам дал такое Когда человек Покидает этот мир Перед смертью Он может завещать Одну треть Своего имущества Он не имеет права Перед смертью Раздать все Что у него есть А если бы это Его с ним было бы На самом деле Он имел бы Право Он имел бы право Раздать это все Не так ли? Он однако Имеет На одну треть Своего имущества Это тоже Из милости Всевышнего Аллаха Асхабы пророка Алейхи салату вассалам Дорогие братья Поскольку они понимали Важность Всего этого И сущность Этого мира И того мира Они У кого была возможность Они стремились Делать вакфы Вакфы Это что такое вакф? Это Отдать Ради Всевышнего Аллаха Что-либо Которая остается вещь Отдать ради Всевышнего Аллаха И делать это вакфам Ковер Там Что-то Которое остается То что остается Как вакфудил И так далее Вот то что остается Вакфудил Или же сады Или же здания разные Для каких-то благотворительных целей Это все считается вакфом Пока это все есть От него этот человек Получает вознаграждение И как река Течет в его могилу Образно говоря Вознаграждение После его смерти Вот смотрите Дорогие братья Некоторые люди Строят греховные Заведения Он умирает Когда он умирает Его плохие амалы Не умирают Вот как у хорошего человека Который вакфу сделал Там Мечет построил Говорим Или полет Учебное заведение Или же дерево посадили И так далее Как ему будет идти Вознаграждение После смерти Когда тот человек умирает А ему Грехи продолжают идти Благие Дела Вот вознаграждение Может прекратиться У него Которое он делал Для себя Если что-то делал А плохое Будет ему идти Постоянно И будет у него расти Да убережит Аллах Чтобы мы Где-нибудь Чем-либо Стали причиной Вот для плохого Чтобы по нашей причине Чтобы какое-то Греховное Чтобы не продолжалось Это может быть Наше слово Где мы поддержали Греховное И потом Это грех продолжается И мы стали причиной Этому Чтобы мы Всегда и везде Стали причиной Для благого Ключами для добра И замками для зла Следующий хадис Пророка Алейхи Салату Вассалам Говорит нам следующее В этом хадисе Пророк Алейхи Салату Вассалам Побуждает человека Использовать Своё имущество Для своего Ахирата Для благоустройства Вечной жизни Будучи здоровым Желающим Надеждой Жить У кого есть И есть В это время Которое он отдаёт А не оставляет Пока к нему Наступит смерть Вот хадис Пророк Алейхи Салату Вассалам Когда к нему Некий человек Пришёл Сказал Спросил его Точнее Я Расул Аллах Айю садакати Афдаль О посланник Аллаха Какая же Из милостей Найлучшая Пророк Алейхи Салату Вассалам Ответил Смысл этого хадиса Это та милостная Лучшая Которую ты отдаёшь Будучи здоровым И желаешь жить Они Когда ты Надеешься На богатство Стремишься К богатству И боишься Бедности Вот В этом состоянии Которое ты отдал Милостыне Это наилучшее Говорит И ты не откладывай Милостыню до тех пор Пока твоя душа Не окажется В твоей глотке И тогда Не начинай Тогда говорит Пусть Эта вещь Будет милостнее Тому Это пускай Будет там Милостнее Тому Не начинай Тогда раздавать Своё имущество Говорит На пути Аллаха А на самом деле Воистине Это тогда Уже не твоё А принадлежит Тем Говорит То есть Имеется ввиду Наследникам твоим Наверное Этим завершу Дорогие братья И прочитаю Один хадис Пророка А.С. В.С. Который Всегда мы должны Помнить Благоразумный Человек Тот Который Делает Себя Отчёт В этой жизни И совершает Благие поступки Которые Благоустраивают Его вечную жизнь Которые После смерти Бессильный Бессильный человек Тот Который Следует За своими Страстями За своим Эго И надеется Потом На милость Всевышнего Аллаха Дай Аллах Нам всем Разум Видеть Истину Истинной И следовать За этой Истиной Видеть Ложное Ложным Чтобы мы Все Остерегали Этого Лжи Дай Аллах Чтобы мы Не были Из числа Тех Рабов Которые Все Это Перепутали И которые Запутались В этом Что является Истиной Что является Ложью Валхамду Лиллахи Раббин Алямин